В преддверии дня памяти и почести по всей стране проходит мероприятие духовно-просветительского характера, а также встречи трех поколений. Цель – рассказать о том, насколько значима эта дата для всех нас, какую роль она играет в воспитательно-образовательном формировании личности молодого поколения. В ходе них звучат интересные истории из уст свидетелей тех страшных событий об отваге и храбрости друзей-фронтовиков Второй мировой войны, отдавших свою жизнь, защищая самое ценное, что есть это мир на родной земле. Ну а тех, благодаря которым мы живем в мирное и счастливое время, окружили особой заботой и вниманием. О доблести, о подвигах, о славе. Прошедший разговор запомнится каждому из участников встречи, инициированный Центральным советом организации содействия обороны Ватан Парвар и Комитетом по вопросам обороны и безопасности Нижней палаты парламента. В зале представители трех поколений. Затаив дыхание, молодежь старается не упустить ни одного слова тех, чья жизнь больше похожа на боевик, с погонами и погонями. А многочисленные награды – свидетельство стойкости и силы духа. Рассказы о детстве о паленном войне трогают до слез. Таких, как Мария Комарова, называют «детьми блокады». Я закончила педагогическое училище, стала учителем начальных классов и приехала в Узбекистан. Земля узбекская. Я клавиш тебе! Особым смыслом наполнены поздравления и слова благодарности ветеранам. В свидетельствах очевидцев, в песнях и стихах память о той войне будет передаваться из поколения в поколение, чтобы каждая последующая осознавала ценность мира. Спасибо. Спасибо. Спасибо.